Разбитые стекла, повсюду валяются вещи. Так сейчас выглядит рейсовый автобус Москва-Нальчик. В минувшие выходные он попал в смертельное ДТП. По предварительным данным известно, что водитель автобуса уснул за рулем и выехал навстречу, где столкнулся с грузовиком. Подойти ближе к пассажирскому транспорту наша съемочная группа не может, так как ведутся следственные действия. Все произошло в половину второго ночи. В момент ДТП автобус ехал со стороны Ростова-на-Дону в Тихорецк. За рулем был 27-летний водитель. В салоне находились его напарник и 15 пассажиров. Первыми сигнала ЧП получили спасатели по системе 112. На месте происшествия работали пять бригад скорой помощи. Они доставили в районную больницу 8 человек. Пятерых отпустили на амбулаторное лечение. Одну пациентку доставили санавиации в первую краевую клиническую больницу. В реанимации ЦРБ Павловского района остались 7-летняя девочка и женщина. Из троих пострадавших, поступивших в реанимационное отделение, большое спасибо детской санитарной авиации. Приехали специалисты, помогали в оперативном лечении ребенка. Сейчас она находится в отделении реанимации, также в крайне тяжелом состоянии. Прокуратура края выявила ряд нарушений при перевозке людей. У водителя не было лицензии, пассажиры ехали без страховки. В салоне перевозили груз, неправильно эксплуатировался тахограф. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Стало ли переутомление причиной того, что водитель автобуса мог уснуть за рулем, нам неизвестно. Эксперты говорят, что управлять транспортом можно не более 9 часов. При этом непрерывное управление должно быть не более 4,5 часов. А также есть норматив для управления в неделю, не более 45 часов. Продолжение следует...